всем привет сегодня воскресенье у нас народу мало совсем сейчас у нас пара отпусков 20 числах мы находимся 22 наверное января надо так что жара большая народ весь за городом сегодня воскресенье мы решили поехать просто магазин shopping не столько чтоб что-то там купить сколько полазить время так сказать это посмотреть всякие товар чеки там то все утром смотрел мне написали там на однако вконтакте там контакте написал один мой подписчик вопрос но и принципе таких вопросов ну много бывает и часто их задают потом мы решили со света и пока едем заодно немножко может расскажем на эту тему что-то миллиард раз такой илья здравствуйте леонид дело в том что мы с девушкой выбрали бойнос-айрес качестве проживания как обстоят дела с работы как тяжело и найти и что для этого нужно выбрали бойнос-айрес качестве проживания молодцы каждый человек себе убирать мы тоже выбрали бойнос-айрескасте проживание тут проживаем уже 20 лет некоторые не выбрали и по уезжали это все от человека зависит, скажем так. Дальше, как обстоит с работой? Смотря в какой. Да, вот мы думали. Вот часто задают вопросы, но люди, вы как-то описываете, кто вы по профессии, знаете ли вы язык, и есть ли у вас документы, потому что многие люди жили здесь, потом вернулись, потом опять хотят приехать сюда, правильно? То есть у них какие-то документы, какое-то постоянное место жительства есть, и это, ну, проще. А если у вас вы не знаете языка, то есть мы сейчас отвечаем на комментарии, но мы не знаем, кто вы по профессии, какую работу вы ищете, на какую зарплату вы согласны, знаете ли вы язык, есть ли у вас документы для этого? Да, легально ли вы выбрали это как место проживания или нелегалом, и вы будете тут бегать как место проживания? Это что же такое? Тут же без виза можно въехать с России, с Украины. Я так посмотрел по профилю, вроде бы с Россией человек. Можно на 3 месяца туристом ехать, но она же не дает права жить и работать, скажем так. Это право тратить ваши деньги, вкладывать в рестораны, в покупки всяких, так сказать, штучек. И потом, когда у вас день закончились, вы должны брать билетик свой и чухать отсюда. Но есть люди, которые остаются, конечно, там, делает эффективные браки, делают какие-то... Ну, в общем, ищут свои пути. Ну, раньше было еще так, при рождении ребенка тебе документы, если ты выходишь замуж или женишься аргентинец-аргентинка. Или контракт на работу какой-то официальный. Вот узнавайте, то есть, вроде бы, по рождению ребенка тоже еще пока не отменяли. Ну, мы не слышали, чтобы отменяли. Так что, мало ли, как вы собираетесь. Если вы легально собрались, значит, тут уже и легальные пути работы. Можно работу искать. Если вы крутой специалист, там очень крутой специалист. Соответственно, есть работы, которые надо будет пересдавать, а есть работы, которые не надо будет пересдавать. Здесь подтверждать свою, так сказать, специальность, диплом свой. К примеру, врач, пускай он какой крутой ни был, ему надо будет подтверждать здесь диплом ему надо будет ходить здесь еще учиться в буэнос-айресе хотя и для того чтобы подтвердить свой диплом ответить потому что здесь у нас вот тоже есть одна знакомая врач и она рассказывала что очень большая разница между тем что учила она там когда становилась врачом на украине примеру и тем что она потом учила уже в буэнос-айресе классный музыкант я не думаю что надо что-то пересдавать хорошо играйте там на скрипке на больной на чем то есть здесь надо смотреть если же вы адвокат какой-то экономист это надо макеризовать законы да ты можешь архитектуру пересдать экономику если тут все вообще законы другие правила другие если вы просто хорошо умеете ремонтировать например если вы ремонтируете компьютера если вы хороший там парикмахер если вы не знаю шьете 5 10 есть возможность открыть свою деятельность при наличии документов и себе и работать ищите свою клиентуру платите налоги и открываете деятельность на себя частная частная деятельность это обычно делается очень самая простое самое простое можете делать ее с квартиры многих своих вещах можете не знаю вот даже под простой пример такой примеру кто так хорошо ремонтирует машины не самые крутые вещи делает а может для крутых вещей надо станки там еще что-нибудь там можно устроиться на работу кому-то а можно и самому это тоже все зависит от того если у вас деньги и чуть-чуть знание языка чтобы договориться кому-то поработать полгода начала да но есть такие вещи машине как пример установка сигнализации установка радио машине кондиционер проверить ноги снимают просто гараж при дороге вот на улице снимают гараж чей-то пустой и там может инструмент и ремонтирует машине в гаражного не влазит но я могу потом походить и показать около этого гаража стоят как говорят 5-10 машин просто на улице вот это гаража и все и он потом открывает берет одну загоняет поделал ее другую и так очень много частной такой деятельности больших маленьких мастер если вы хороший специалист если не делаете все на чистую совесть если вам если принесли компьютер в этом из него не вынимаете запчасти не ставите свои плохие вам уже есть всякие да есть но если вы хорошо делаете свою работу у вас будут клиенты также как и парикмахер например если вы хороший парикмахер и вы сделали то что у вас попросил клиент потому что здесь они скажут что парикмахер и плохие это нехорошие каждый ищет своего парикмахера ты только к нему и ходишь мы как и доктора какого-то выбирает то есть если люди привыкли к чему-то вот если у тебя техник компьютерный вот этот он до последнего будет если там все нормально ему делаешь не воруешь у него там запчасти ничего то допустим будет за тобой бегать и рекомендовать тебя своим знакомым также с машинами также с парикмахерской это вот нормально можно если конечно люди хотят там за кем-то ухаживать до убирать у кого-то в доме потому что есть еще и такие ну да есть конечно это мало оплачиваем во вторых это она уже здесь забита нашими эмигрантами соседних стран хотя их так и не так уже много многие возвращались да вы все равно забитой плюс тут уже да надо чуть-чуть как бы чтобы вас кто-то порекомендовал с улицы просто так в ряде себе в семью кого-то будут брать не рекомендовавшись люди боятся что их там обчистит еще что-то да так что тут уже больше как-то по рекомендации по связям по знакомствам если должны понимать если вы сюда едете у вас должно быть денег хотя бы на пару лет если вы хотите начать развивать свой бизнес да надо же за счетом готовы нашел образом документы на два года вас должны быть деньги сколько ты денег приблизительно каждый так сказать как растягивается кто за сколько живет минимум 1000 долларов в месяц 2 должна быть это минимум но это для средней у нас тут зарплаты для двоих человек я не беру детей для среднего проживанию минимум 1000 долларов чтоб снять квартиру провести у вас есть деньги купить тогда уже как бы тоже другой вопрос на другой стороны говорят о квартирах вот купить квартиру или снять квартиру есть разные квартиры есть квартиры съем которой обходится дешевле в два раза чем экспенсия в той квартире где вы идут дарис когда большие больших домах с бассейнами с охраной так дальше или даже просто без охраны без бассейна у нас у друзей квартира даже без инкаргадо ну тот который смотрит за домом экспенс это называется обслуживание дома и вы если его не платить у вас просто отбирают квартиру по суду то есть вы должны ее платить хотите или не хотите экспенсос есть разные от тысячи до 15 тысяч тысяч тысяча долларов может быть так что вы платите за съем квартиры там например 6 тысяч а некоторые люди платят только экспенсу 12 тысяч поэтому тут тоже надо смотреть и выбирать где поселяться где жить сколько экспенсы сколько ну это все такое знаете она нельзя сказать как однозначно также ставлю свой кусочек насчет вот квартир что все-таки заинтересовало мной что там ну вот кто покупает кто не покупает я вам скажу так тут как везде можно купить выше мы не обсуждали вопрос вот вы думаете не могли бы где-то купить может и могли бы поехали в какую-нибудь провинцию какое-то село можно там за тысячу долларов себе куплю такое что у вас там и не снилось настрой стороны там будет так что 400 километров ни одного человека рядом не будет понимаете есть такие заброшенные отели вон вандах между чили этим бери бесплатно его достроена там 400 километров человека вокруг нету так что все не зависит от этого мы же аллари про те места где хочется жить станет страны страница страны хороший район про это у нас там не хватает купить а мы не хотим жить в каком-то захолустье между какими-то нарко торговцами там где-нибудь между бандитами где может ты и купишь и может и очень это проживешь ли ты там и долго ты там протянешь пока тебя не прибьют или не ограбят это же разные совсем вещи они можно ли купить или нельзя с нами еще живет ребенок который только поступил университет его надо еще выучить конечно это так неоднозначно все поэтому так что тут не так просто насчет этой пенсии тоже все там вот пенсия пенсия пенсии во первых уже объяснили пенсия здесь есть и она побольше чем некоторых странах минимальная пенсия 380 доллару средняя пенсия сколько вам получается 500 чем-то доллару официально по закону и большая пенсия там две с половиной тысячи долларов в месяц этого пенсия но а кто здесь на пенсию живет я что-то здесь вообще разобору не слышал таких как вот примеру до конца ведут они походе столько работает хоть контролирует свой магазинчик который у него есть он там лазит почти 80 они еще учета делать учета работает я давала преподавала курсы компьютерные человеку которому 77 лет и он адвокат по семейным делам по разводам и так дальше 70 лет он 77 лет он еще работает пускай из дома пускай него мало клиентов но не собирается если у человека так сказать варить еще голова даже если он сидит инвалидном кресле даже если он там больной он все равно работает никто на эту пенсию тут не живут просто так на пенсию чтобы он не хочет даже на всю жизнь разговоры петь сколько будет пенсия сколько будет буду я жить на пенсию да какая лп пенсия пенсия это хорошо но надо вот как ты сейчас работаешь крутишься таким надо крутиться до последнего возможно если нет уже ну и здесь люди подними там не могут конечно или не хотят даже ну не хотят это их не проблемы . я не только так мы заезжаем гараж я хотела сказать последний перебью тебя извиняюсь я перебиваю я пускал перебивай я буду смотреть куда слайзная многие поселки где живут пенсионеры которые здесь прожили всю жизнь заработали себе на пенсию здесь продали свое имущество да или купили там а здесь дают и живут себе в поселках на берегах и речек так сказать или на на побережье океана наш бывший сосед дедок такой старенький у него там зрением плохо все он там ели видит но он здесь оставил квартиру своим детям в нашем доме а сам на свою пенсию поехал и живет парагуа и снимает дом ему там нормально сюда извинка приезжает внука проведать также также как кстати пенсионеры делают из европы германии всего вы думаете там этим пенсионерам хватает денег да они там чё шикует на свою пенсию да эти немецкие пенсионеры ищут к страну где можно блин за свою пенсию нормально прожить где-то около океана в какой-то дешевой маленькой стране они они сидят и им хватает на европейскую пенсию да ерунда это все с вашей пенсии так что надо работать если не проживешь на нее но есть люди которые живут на те которые он получает по две с половиной тысячи не я имею ввиду что здесь и бабушки и дедушки есть которые живут и которые экономят и которым дети помогают или не помогла но мы это закончим потом мы заехали в магазине машину оставляю и мы пойдем немножко полазим по магазин будем ехать в другое сегодня еще и продолжим наш разговор о том как работать как жить на пенсию вот некоторые цены например на постельное белье это все в песо еще 300 1300 1000 я хотела наволочки посмотреть 600 это качество не очень это не очень хорошее качество но будет скатываться то есть надо еще смотреть какое качество вот простынки простынь ой извините наволочка на паральмуада 100 песо вот такая обычная посуда терки я себе такую новую купила на прошлой неделе такая обычная терка 115 песо дальше такие формочки какие формы персонал и пистолота листерн кафа 8 офисов кафа 8 что у нас тут такая кастрюля теплоновые эти фоновыми никогда не пользуюсь кастрюлями только сковородками так здесь у нас полотенечки кухонные 65 50 вот тарелочки это все цена за штучку мне такие нравятся 99 песо вот миксеры 1100 вот миксеры 1100 это у нас это у нас делать пасту по моему да делать пасту машинка 374 60 вот такой миксер у нас он был такой очень быстро сломалась чаша потрескалась поэтому я больше пластиковую чашу не покупаю если покупать то стеклянную вот стиралки 10 500 13 800 самсон 14 15 можно сказать вот такой 17 вот такие всякие штучки как мне называть олень ну это салкишу парижу чистить это вот париж так и щетка помнишь мы когда делаем париж у нас маленькая есть это большая кота дома модно да щетка и салок чтобы убирать на ней щетки совочки всякие вот это штука брать уголь вот эта штука ножи смотри какие вверху уголь ну вот подвигать там и щетки другие которые с одной стороны такое и куча досок всякие на которых мы привыкли в париже надо доска обязательно вот чтобы носить видите такие доски чтобы мясо переносить там или чтоб кушать резать сколько такая доска стоит то я не вижу не знаю 300 369 ну да вот хорошая доска смотри у нас вообще принято принято мясо есть на доске я сам дома на доске мясо ем а это сколько там нету цели не вижу правда мы пользуемся такими простенькими чтоб дома на стол положить такую досточку просто так индивидуальная доска для каждого а такие вот такая парижа до до 10 тысяч хорошая парижа кирпичами так поставить во дворе или когда это кирпича не упорница кирпич ну чтобы тепло хорошо сохраняем хорошая да это где готовить уголь а крышка есть она накрывалась нет не знаю без крышки есть может ну вот такая ну единственно что мне не очень нравится да и решетка плохая решетка плохая решетка и видишь высоту не изменишь ты как ее будешь вот эту высоту а ну да так что вот это уже все это уже все перечеркиваю говно париж в принципе мы хотим поискать себе такой холодильничек пластиковый для чего на рыбалке рыбу какую-то прицепить чтобы потом помыть можно было сами примитивные что нашел да не рыбу прицепить а еду хранить еду хранить рыбу привезти у Лени все куда ни посмотрим все вести ладно в общем когда на пляж идешь покушать перекусить взять да не только на пляж когда просто мы едем куда-нибудь мы уже берем мороженую курицу с собой например да чтоб приготовить на костре такая штука такая штука сколько она переворачивается и тоже ложится они не переворачиваются сюда бутылки ставят или стакан вот такие еще есть это большие у нас багажник она весь весь забьет хватит машине место как это большие очень такая это насколько на 3-4 литра мне она как-то не очень нравится я не знаю есть другие вот еще поменьше чуть-чуть есть это сколько стоит 400 400 ну мы посмотрим что в другом магазине ну как ты его понесешь вот смотри его надо нести двоим людям надо так чтобы взял один человек за ручку и понес его носить неудобно ты представляешь ты идешь куда-нибудь тону не не ну а тут нету цены ну иди спроси иди вот какие-то цены едет 70 27 сюда это не он это не он это не ловишь давай так что у нас тут еще есть вот такие этот кондиционер вот например идем на второй этаж цветочные горшки цветочка смотри какие бонсай подожди я для малым покажу разные какие красивенькие у них не оценит чем здесь всякие комнатные растения вот такие красивые всякие разные гномики это получается у нас цветочный тоже горшочек такой симпатичный 89 фиалки фиалка африканская фиалка она здесь называется смотреть кресло у нас надо сломалось кресло короче надо новое покупать африканская фиалка выкинули одну нет это не начнем смотреть не 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 африканская фиалка не 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 африканская фиалка то есть вот это и есть сама сидячка а тут нет ни пластика ни железяки ты вот можешь прогибаться на нее сюда пока она не растягивается потом другую натягиваешь потом покупаешь другой крест тебе нравится а это а это без ручек просто они они просто такие какие-то нано без этих ручек без подлокотников и сколько стоит вот это 1 3 3 3 3 мы еще посмотрим что есть мы что-то вот уж как-то не очень это то же самое как все это по моему свалиться лоббе с вами вот такие есть нам такие не надо но это такие знаешь куча пластиковый ящиков ну тут таких пермусов не маяться просто ящики и сейчас все зиму розы для у нас отсюда году тут еще один джинс джумба ну да хорошо надо пошли выходим всякие штучки то что а это для карнизов всякие все рассмотрели галки вольте от на них одевать ну-ка я чуть поснимаю я вместе с тобой иду только медленно так немножечко покажу в общей сложности это у нас магазин джунгл такой он огромный посмотрим что мы здесь увидим вот корм например для собак 393 здесь 8 килограмм такой корм такой корм 12 килограмм поехали по шуму один тот который мы были а кресел здесь нет походить вон холодильник а вон холодильник так всякие шины цена на шину 1300 1200 на всякие марки всякие размеры и так дальше я в них не понимаю ну ладно лампочки и куда мы с ней скажут люди мы вообще обжоры но мы худенькие смотрите мне надо похудеть не на обед сюда положить и поехать на пляж это нам на обед да вот 3000 я не могу лампочки такие есть поближе да показать это у нас американское производство вот 28 литров полторы тысячи полторы тысячи а вот этот 3000 фонтадо а эти я еще не разобрал нет без колесика вот эти например вот этот сколько стоит ну смотри он даже больше он даже больше и тот же статус унизу так вот еще где будет стоить ну да потому что если этот полторы меньше а этот то же самое вот не ну понятно он здесь 50 килограмм нет 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 все по уезжали на этот самый на побережье всегда такие очереди а это смотришь вообще никого нет практически некоторые кассиры сидят и просто дурю маяться проедем сейчас вниз поедем другой магазин на этом побывали пока что мы говорили чтобы не столько купить сколько полазить в воскресенье народу пусто для такого большого магазина это вообще ничего сейчас поедем в другой магазин так выезжаем выезжаем мы из этого поснимали чуть-чуть магазин да поснимали поедем сейчас в другой магазин который мы хотим посетить там тоже большой да ну и туда куда мы едем там тоже будет шопинг правильно нами виду шопинг здесь на втором этаже здесь два этажа и продукты и всякие разные техника и то есть внизу еще такие как бы маленькие магазинчики мы уже не стали снимать там сильно громкая музыка была ну да то есть магазины есть у всех уже такие всем никого не удивишь так что будем продолжать наши байки о том что еще про пенсию чуть-чуть и все да потому что дальше будем про работу про все такое просто хотели стать что в аргентине кроме той пенсии на которую вы можете заработать это не надо вот рассказывать сказки многие рассказывающие от в аргентине у вас не будет пенсий почему это не будет пенсии Если вы работаете, платьте налоги, у вас будет пенсия. Проработайте 30 лет в Аргентине и официально получайте свою аргентинскую пенсию. Если вы не проработали, даже вообще ничего не проработали, но вы прожили здесь 20 лет, здесь еще есть такая... Или 15 или 20. Да, или 15 или 20. Но не прожили, а вы гражданин Аргентины. Ну да. Не прожили. Ну понятно, да, гражданство. И вы прожили 20 лет или 15, так у вас еще другая есть пенсия. Она тоже минимальная, минимальная, но это пенсия по старости. Не по труду, а по старости. 70. Я просто для тех, чтобы понимали... 70 лет. Да, 70 лет вы будете получать. Не то, что вы там... Вот, нету и не будет. Почему не будет? И вам не хворать. Этот автомат мне говорит спасибо. Так. Поедем в другую миссию. Мужчины идут на пенсию в 60 лет, если вы платили 30 лет налогов, да? Да. Мужчины в 65. Пока такой забор. Да, так что здесь тут все есть, работайте и получайте, скажем так. Да, я вам скажу так, пенсия, у людей есть всякое случается. Ты можешь и в 35 лет заболеть и не сможешь работать, а есть люди, которые и в 70 работают. Тут нельзя однозначно никак, ну, вот, сказать. Это единственное, что можно посоветовать или не падать духом, не думать, что если ты пенсионер, то это уже все. Вот у меня родители молодцы. И папа пошел, ну, уже вышел на пенсию, ему нравится петь, он пошел на хор, теперь у нас он там поет в хоре. Мама тоже занимается, она шьет, она вяжет, она снимает фильмы на ютубе, ну, вы уже знаете, наверное, если что, ссылочку на мамик канал оставим под видео. Вот. Так что надо не ждать, что жизнь закончилась, наступила пенсия. Если у вас есть здоровье, руки, ноги работают, голова работает, хорошо, пенсия это тоже хорошо. Если ты всю жизнь проработал, так сказать, на заводе, не знаю, в шести до шести, ну, ты просто, конечно, ты хочешь уже посмотреть мир, попутешествовать, отдохнуть и так далее. Ну, многих людей на это денег нет, поэтому надо как-то не унывать и заниматься какими-то делами. Шейте, вяжите, пишите, не знаю, стихи, занимайтесь огородами, чем-то надо заниматься. Поэтому и так еще тоже пенсия. Мы не знаем, что будет через 10 лет, что будет здесь, что будет на Украине, что будет в России, что будет в Америке. Как все оно вообще повернется, никто не знает. И надеяться там на пенсию, что я там через 20 лет ее буду получать. Надо надеяться, надо платить налоги. Налоги надо платить, страна должна жить, развиваться, и ты, ну, должен платить налоги, я считаю. Но надеяться, ты вообще не знаешь, как все повернется. будет какие-либо законы все может поменяться вот тех пенсионеров которые были когда-то вот когда-то еще там у когда я был молодым да как они там трудились надеялись что они будут герои соцтруда там и все остальное где они сейчас дети и рой соцтруда так само так само будет и с этим поколением которое сейчас думает что она там герой и она получит пенсию такую всякую через десять год может что-то поменяться и вообще все будет по-другому и пенсия будет по-другому и налоги будут другие и жизнь будет другая так что сидите всю жизнь ждать только того что ты вот заработаешь на пенсии потом ты с этой пенсии будешь жить и радоваться а это может вообще не случится так что потом мы говорим что надо конечно платить налоги и думать об этом но честно говоря жить только тем что ты потом будешь на пенсии и жить с пенсии халя чтоб так было но может это и не быть ты можешь ее вообще не получать бы закон измениться ты можешь до нее не дожить потому что что-то случится а может все поменяться так что тот кто не работал будет больше получать чем ты который всю жизнь работал так что это все тоже такая байка вилами по воде писаная ну ладно не будем пенсионеру и не скорее конечно что надо всю жизнь работать надо как-то успеть заработать на квартиру на жилье или желательно не на ну чтобы на пенсии можно было его сдавать например нашу или это помощь то есть надо работать не надеюсь на пенсию надо работать и зарабатывать по мере своих возможностей и всего бизнес надо какой-то делать который вам будет и дальше продолжать давать какую-то пользу 60 лет и дальше продолжаете кто-то косметику продает кто-то у нас есть товарищи которые имеют магазины на них там молодежь стоит на кассах работает и все они хозяева этих магазина у нас есть которые просто сдают в аренду все шоу не было там наподобие несколько квартир он и будет в любом возрасте сдавать свои квартиры получать прибыль у него был какое-то здание которое он сдал под банк или под магазин он живет припеваю чем у него была земля он ее там в аренду сдал фермером и тоже будет припевать любом возрасте так что больше всего надо думать о том бизнесе который у вас будет конечно же родился в аргентине им проще здесь уже есть бабушки дедушки здесь есть какая-то недвижимость костяк на котором они стоят иммигрантам конечно же очень сложно никто не за стране чужой новый язык новые люди новое все то есть уже хотя бы нашим детям которые здесь там ходили в школу там никуляс на то есть им уже даже если их родители так сказать ну если нет особо ничего то у них хотя бы есть образование у них есть вот например них дружить у него есть друзья да один мальчик учиться поступил на мед на медицинское образование другой будет по моему там что-то связано с графическим дизайном девочка тоже на медика еще одна там на поступила на адвоката николас у нас будет учиться дай бог если все хорошо на компьютер по компьютерной теме компьютерной теме да поэтому следование жертву не то есть у них уже с детства у них уже есть а у меня есть знакомый медик у меня знакомый адвокат у меня есть просто знакомый который мне сложный минуту уже чем-то помочь со школы не со школы они вместе так сказать сидели за одной партой все остальное мы же приехали сюда в возрасте где уже как бы возрасте не было 20 30 35 ну ладно это мы вам открыли личные секреты сейчас пересчитают сколько вы никому и и может здесь уже 20 лет вот посчитаете и той же в принципе я горжусь тем что мы здесь так сказать многие отсюда уехали вообще уехали многие здесь побыли 4 5 дней и домой многие через многие уехали в европу уехали в америка уехали то есть кто-то уехал кто-то стаса всех же своя судьба у всех своя жизнь у всех своя кстати замечу больше всего отрицательно про ориентиру отзывается и пишут под видео мне те кто здесь чуть-чуть побыл у у него не удалось он свалил и теперь не знаю мне кажется мне кажется что это даже не злость на легена мне кайе за это немножко даже зависит того шоу вот как то он не устроился там и уехал ему надо теперь как бы себя оправдать том что он поступил правильно что вот все-таки видите вот надо вот а в аргентине там такое все бамбам она все такое там все там все такое нелепое да нет нормальная страна честно говоря тут надо научиться жить в аргентине они аргентина научиться тебя обслуживать тут есть медики есть образование есть вещи хорошие есть проблемы есть вещи хорошие в том плане что есть медицина бесплатная есть учеба в университетах и в школах бесплатные не у всех странах это еще осталось вот у нас там не вступительные экзамены а там вступительный курс удовлетворить отделение скажем так надо пройти и сдать экзамены 6 предметов ты должен знать в зависимости от того какая на какую специальность да то есть и когда ты их уже сдаешь все эти 6 предметов не сдал пересдаешь не сдал пересдаешь то есть ты можешь поступать и три года туда но если ты уже сдал их эти предметы то ты уже как бы поступил и начинаешь как бы учебу уже бесплатном университете и бесплатные университеты у нас ценятся очень то есть уба самый такой да потом там но еще есть парочку других городах есть университеты и очень много там профессий тоже не все например там нет туризма там еще чего-то но очень многие профессии есть по медицине все и специалисты которые закончили государственный бесплатный университет они можно сказать ценятся даже больше потому что там поступает 300 человек у меня была знакома девушка научилась и поступает говорит 300 человек нет места сидят на полу где попало через год остается 100 заканчивает 30 то есть из 300 заканчивает тридцать потому что там даже по ступень по тебе не тянет не учишься афера то есть вон и никто тебя тянуть за уши не будет как платным платным платишь ну вот и и ходишь а в бесплатном там так или учишься или гуляй лесом иди плати деньги платно потому туда именно действительно те кто учатся остаются и заканчивая бесплатный тоже хорошие мы не говорим что они плохие или какие-то не такие но ценятся в принципе то есть бесплатно надо постараться еще мы уже бы так что есть тут и специалисты есть все профессии есть тут нормальные врачи адвокаты все остальное ученые здесь приз есть он даже марсоход который там скачет сейчас по марсу тоже там какую-то часть делал и аргентинские ученые и аргентинские так сказать работники даже не надо майки печь что там вот я приеду в дикий край как покажу им цивилизацию может вашу цивилизацию уже сто лет назад видели здесь в аргентине и эти все бизнес-идеи которые мы здесь слышали и сами лично от наших так как бывших мигрантов приезжих которые тут пытались пирамиды строить там руками ногами водили там лечение всякие строили там и все вот эти за бабоны которые у нас дома верят что он там вылечит поплюет через правое плечо все это давно пройдено и здесь на это не ведутся так что кто хочет там с идеей поехать тут развить какой-нибудь пирамиду которую он думает что такого нет и нее не хватает можете забыть эту всю свою пирамиду здесь на это никто не поведется и бегать там товары перепродавать таких тут и своих хватает так что надо какой-то такую работу в чем вы действительно там специалист вот вы специалист вы можете это делать можете сами можете у кого-то это делать найти сначала потом можете сами попробовать свое дело организовать именно оформить дело оформить документально самому на себя берем при условии что вы легально находитесь в стране что у вас есть официальные документы что вы не нелегал прячется у вас там постоянные дни или там виза с правом работы или вы уже гражданин то это нет проблем вы можете это все оформить течение дня всю свою предпринимательскую деятельность вам один раз только надо будет сходить налогоинспекцию сдать отпечаток пальца так сказать и свои данные показать по документу а дальше вам дадут временный пароль в интернете который вы заходите на сайт налогоинспекции поменяете этот пароль больно потом постоянный и всю деятельность открыть закрыть все в течение 15 минут сделаете и будете бегать уже работать сами на себя не думайте что тут и правда так все за это же не очень прям такие уж большие на что виталии рассказывали половину тебя забирает то есть 50 заработал 100 евро забрали 50 здесь тоже налог сейчас повысился даже со следующего месяца повысился процентов на ну в два раза ну 75 процента на 75 процентов но сейчас у нас все повысилось у нас стабильно все дорожает к этому мы привыкли да просто но налог ну налог с вашей деятельности вали большой небольшой так какой 33 процента вообще налог сервиса компьютерного сервиса три процента у него 3 если вы сервис делаете не продаете а сервис делаете он и заработали 100 песо 3 процента вы платите налог этому самому на город на город на город вы работаете да есть официальный там он стабильный официальный ты просто за вашу деятельность и это на вашу пенсию как все любят говорить и на этот самый медицинскую страховку и там зависимости от того сколько ты зарабатываешь сколько ты говоришь что ты зарабатываешь вот то есть там вы предполагаете что вы будете зарабатывать нет нет не так значит этот насколько деньги вы писали счета вы высчитаете три процента тоже работали это на город а на тот налог высчитается по-другому он от того 2 сколько вы заявили что вы считаете что вы будете зарабатывать вот примеру я считаю что буду зарабатывать 200 тысяч в год вот отсюда у меня идет сколько должен платить мне дается три раза в году то есть каждых 4 3 раза в году у каждых четыре месяца называется такая штука что я могу переоформить свой налог свою деятельность то есть как переоформить я могу понизить или повысить я должен пересчитать за год вот ответа числа и год назад сколько я реально заработал насколько я реально заработал и зависимости от этого если я заработал больше я могу повысить сталку и платить больше и выписать соответственно большие суммы на на счетах или если они зарабатываю столько я могу понизить свою ставку и платить меньше немножко этого налога но сначала сначала вы просто приблизительно прикидывайте сколько вы будете зарабатывать и ставки довольно большие там они идут по буквам а b c d e и дальше дальше там с одним работников двумя работниками это имеют у тех кто на себя работает на индивидуальная деятельность среднем среднем так сказать есть там свои прибамбасы которые нам немножко не нравится но не будем вдаваться в эту всю историю но есть и хорошие вещи то есть налог не такой высокий если вы считаете вы можете зарабатывать вы можете это налог спокойно оплачивать так что вам главное работать и зарабатывать а для чего вы сданы заявить сколько будете зарабатывать потому что все равно все перепровериться таким образом что примеру вы там купили машину на себя оформили и вы там рассказывали что вы зарабатываете не знаю в году там 40 тысяч до а купили машину за 200 вы пошли через банка платили там к покупку телевизора еще чего-то яхту какую-то купили все да все мы связано банки через налоговую инспекцию передадут сколько у тебя чего вы потратили день сколько вообще ложили и вашей ну как бы то что вы платите вы должны как приблизительно показывать что вы эту сумму зарабатывали ту которую выложили в банк и тратили его заставляют лига легализироваться потому что например даже купить что-нибудь там в китае где хотите за рубежом что вам прислали что-нибудь если вы нелегал этого не можете да не сможете он нам тут посылки пришли из-за рубежа нам надо было их оформлять чтобы получить эти посылки на сначала было их оформить провести через новую инспекцию и указать на инспекции что там лежит и сколько она там в долларах стоит и потом оттуда мы оплатили еще маленький налог государству запах за посылку эту это я уже я уже на моем канале потом на русском я заказывала спицы 2 посылки мне уже пришло еще чуть еще 2 придет вернее я заказывала мне сестричка мая на мой день рождения заказала подарила мне сделала такой подарок я потом на моем канале когда мне уже все спицы придут я расскажу сколько стоит как это все делается как оформляется если кому интересно то есть просто так без нового инспекции зарегистрирован налоговой инспекции ты работаешь на кого-то по белому или ты сам на себя и тут и посылку из-за рубежа тоже даже не сможешь себе посылку из-за рубежа ты не получишь так мы приехали соди макс называется с вами макс да никакие сейчас повернуто потом с ними покажем будем выезжать так давай тикет вот подержи его за забери сумочку бы тут по моим сколько нам два часа бесплатно дальше платить надо ну стоять ими на стоянке сейчас мы найдем место сначала лучше быть конечно под зонтиком но наверно под зонтиком я не знаю найдется ли нам место в тенечке будем там где будем что еще передаем привет всем кто нас смотрит спасибо что нас смотрите комментируете очень приятно давайте свои вопросики мы будем отвечать да мы вам будем отвечать то ли они все не спевает у него и работа и канал поэтому ему немножечко туда мне же надо немного и работать не только языком чесать на канале да надо еще как-то и деньги зарабатывать да потому что это у нас хобби но надо работать деньги зарабатывать да и найти место куда голову сейчас я вот эту тачку отодвину и сюда заеду а под зонтику так идем магазин шоппинг большой калеку леса гимарский калеку садимарский осторожно. Куча машин, куча всего. Да, мы идем сюда. Здесь вот что-то еще строят, видишь? Стройки вот такие, покажу вам. Такая большая стоянка, машины все едут, едут. Дай мне ручку. Вот какая смешная булочка. У нас тоже булочки есть. Содимак. Я не могу никак запомнить его название. Такое придумали, да? Не очень какое-то такое. Ладно, посмотрим, если что. Здесь что-нибудь поснимаем, а нет, то нет. В принципе, нас не разрешают снимать в магазинах, так что. Такая интересная палатка. В чем интересная? Смотри, с двойным этим уже. Видишь? С чем с двойным? А, накрытие уже есть? Да, видишь? Ну, маленькая такая. Ну, как у нас, понимаешь? Ну, да. Тут еще что-то надо есть. Так, вот такие еще холодильнички 799. Она, по-моему, открывается еще... Вот, ты видишь? Для воздуха тут открытки, куча штук. Как-то камеру начала близко снимать. Глянь, ты далеко? А ты мне как-то сюда близко. Не понимаю. Или так она и была? Понравилось? Да, одна у нас эта палатка для таких вариантов, как мы вот, когда вдвоем едем, знаешь? Она, кстати, в середине почти такая, как наша красная. Даже немножко, может, ниже. То есть в ней, как бы, так сильно не это. Но чем хороша? Сколько она? Ну, сейчас было две тысячи, стало тысячу семьсот. Тут, ого, пока агатарсток, то есть пока заберут, да? Вот тут есть накрывачка целая такая, вот что прикольное. А, я поняла. А сзади она тоже накрывает или нет? Да, и сзади накрыта, и много пространства для воздуха. И, по-моему, она даже, видишь, как? Сзади накрыта, да? Да, сзади накрыта, смотри. Видишь, сколько пространства для воздуха. И потом еще двери. То есть вся вода вокруг и материал вот этот более крепкий. Мы не смотрим, не как же, что она здесь. То есть здесь она открывается. Да не открывай, Лень, пускай. Наши соседи открывают. Еще вот так, как крылья поднимаются, чтобы проветривалось. Не, ну, наверное, открываются. Вот эти с двух сторон, видишь, там есть? Угу. Мне кажется, что вот эти крылья еще открываются. Я имею в виду, сзади есть тоже накрывачка. Да, так же, она полностью накрыта. Вот это зеленое, это накрыто? Да, да. Ладно. Так, еще есть вот такие за 800. Сколько здесь литров? Ну, наверное, вот 26, я думаю. Ну, не очень она большая. Не, не очень. Хотя она побольше. Те были, что мы смотрели там, 400. Так, тут вот столы, стулья. Вот смотри, какая парища тоже. А, вот ты смотришь, это. Ну, нет. Вот хорошая, смотри, вот эта. Ну, это да. Наверное. Да, это да. Это специально, если она участки установить. Сколько она? 13 тысяч. Ой, мне нужна палка такая, Лень. А то у меня отламывается, слышишь? Надо найти, где они продаются. Вот такие гладильные доска маленькие. Кстати, удобные. Так, идем за Лене, где он там пошел, кресло смотреть. Посмотрим, какие есть кресла. Нашел? Посмотрим. Самый простенький стульчик. Просто такой стульчик 600 песен. Вот видишь? О, я тебе тоже говорила, что стульчик тоже неплохо. Видишь? А здесь он какой? А, здесь он твердый. Это мне не нравится. Потому что оно просядет и будешь сидеть как на. О, и где-то где стульчик есть? Чисто стул, стул. Ну да. Тоже удобно, да? Этот уже 600, а этот уже 1300. Вот этот? 1300. Зараза дорога человека. Ну здесь как бы такие. У него есть как бы этот. У нас есть кресло, которое мы уже приметили, да? Такое классное. Там уже кто-то на нем сидит, ле? Ну вот такие сцены, видите? У нас было где-то одно кресло, которое нам понравилось. Которое нам понравилось? Вот это, Лень? Там было написано 3 года гарантии на кресле. Это 1 год гарантии. Вот, 3 года гарантии. Вот это. 3 года гарантии, кафе. По-моему. Вот это. Ну так, слушай, это кресло не сравнить с тем креслом, которое мы видели в Визе за 3300. Да. Так вот тут оно поломанное, но это кресло, которое сейчас садится. Оно просто не закрученное. А, не закрученное? Да. На кресло, которое сидит. На нем удобно, да? Да, удобно. Там массажное еще есть кресло? Да, массажное есть? Да. Ну, не знаю. Ну, вот это, которое нам нравится. Вот оно. 4000. Конечно, цены дорогие. У меня сестричка живет в Ирландии, так у них в два раза дешевле. Ну, что поделать. Далее. Да. Вот стол, например, вот такой. 3500. Тоже пробуют люди кресла. Не знаю, мне вот такого стиля нравится. Оно мягенькое. Если там на нем написано три года гарантии, вот Леня, который показывает, то в принципе, хотя бы оно не должно провалиться. Потому что есть кресло, которое ты посидишь там, или стульчики, посидишь полгода, этот весь поролон проваливается, ты сидишь на деревяшке или еще ломается при даче. Ну, да. 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 там что-то еще нашли. Респальдорик лина. Это не оно, да, Лень? Это, наверное, знаешь... Так, еще одно такое кресло-то увидели, да? А? Да. 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 Посмотрим, это 3,699, 3,799. Всякие растения. Нам не надо, на балконе поставим, поставим, что ли? Не, вот нам надо, глянь, что ли. Вот, закрываешь балкон. А с соседей? Да, у нас такой малюсенький балкон, что там закрывать? Да, у нас такая штука, у нас тут балкона. Не, ну, в принципе, хорошая штука. Знаешь, это у кого есть коты, например, они тогда туда сильно не лезут. Это не для балкона, это вообще для забора. Это для балкона. Ну, на балкон тоже ставят. Некоторые ставят, конечно. Ну, люди, которых я смотрю в интернете, они ставят. Они не знают, для чего потом... Ну, им надо было такая. У них кошка была, поэтому... Они не знают, для чего, а потом и ставят, куда попалось. Цветочные горшки. Всякие здесь у нас есть семена. Здесь такой полумрак. А вот здесь уже такой другой климат. Видите, это, наверное, специально для растений, для этих. Здесь меньше света. Вот кактусы. Какие красивые. Кактус, смотри, 68 песо кактусы. У нас на балконе могут расти только кактусы. У меня растет только алоэ, денежное дерево, да? Вот такие мне вот нравятся. Смотри. Так, я пошел посмотрю. Почти у меня дувашки. Вот эти все. Почти сейчас вдвоем пойдем. Смотри, вот эти вот все такими листочками, они мне все нравятся. Кулен, например, называются. А здесь почем земля? Пошли посмотрим почем земля. Так, вот, наверное, для кактусов земля. Видишь? У меня не кактусы. А это земля... Вы в пустыне заходу. Необычную землю надо. Леня мне привез песок из моря, когда мы ездили, да? Я смешаю обычную землю чуть-чуть с песочком, чтобы она не была такая. О, я еще хотела посмотреть здесь, знаешь, что? Такие наклейки или такие... Помнишь, для фона я хотела? Да. Для фон. Для фонда я хотела посмотреть. Это что, ты смотришь? Сетку для рыб. Я смотрю сетку для рыб. Это гороша. Рочки большие. Сколько стоит такая? Ну, там вот. Ну, это такая хорошая сеть. Нет, даже что-то можно рыбу поймать. Ладно, я пойду покажу эти. Я на землю посмотрю, Лень. Вот камни. Каждые, что ли, 159 они поймут. Или... А, это, наверное, вот... Мешок 15 килограмм. 159. Камней хотите? Так, земля. Это компост. Так. Такая. Ну, мне надо будет вот такой большой мешок земли. 20. 20 здесь. Компост органин. В общем, мне надо будет пересаживать в озоне. Может, еще не вовремя их пересаживать. Где-то через месяц я буду, наверное, их пересаживать. Мои цветы. Мои алоэ там пустила. Уже в одном горшке уже растет два. Они уже там горшок не разорвут скоро. Вот поэтому... Так. Здесь что у нас? Салис. Рулис. Пантлантас. Интерьер. Мне надо Параплантас. Интерьер. На той стороне стояла земля. Не по 100 песню земля. Мне нужен 20 килограмм хотя бы. 180 там она. Ну, мне нужен большой. У меня 5 фазонов. Такий? Ну, может, даже и так. Ну, я на той стороне смотрела 20. Я не знаю, сколько мне надо, но... Ой, смотри, нарисованные эти друзья мои. Лень. Это что, продают, а в середине там вот эти вот? Да, червяка. Ой. Это для рыбалки. Да ну. Кошмар. Так, вот земля для бонсай. Смотри. Леня, я их очень боюсь. Это моя фобия. Отстань. Я буду там развивать. Для орхидеи вот земля. Так что здесь всякое разное. Земля. Вот так. Так, плиты разные. Вот. Это такие самые простенькие. Получаются у нас плиты. Вот симпатичная, да, смотри, такая плита. Вот такая обычная декорка. Смотри, здесь такое стекло. Видишь, здесь два стекла. Два. Два. Больше никакой термометра тут нет. Десять тысяч почти. М? Да, ну, а, ну, уже есть термометр придумать. Лень, ну, есть термометры в плитах? Почти во всех уже сейчас. Ну, в этой, может, и нету. Я не знаю. Уже я говорю, что могли бы за такую цену уже термометр какой-то. Ну, наверное, вот термометр, смотри, регулируется, видишь? Больше, меньше. Нет, вот, наверное, термометр. Бачишь? 120, 30, 60, 90. Хорошо, а в этих, наверное, вот такой. В этих тоже такой есть. Вот регулируешь ты, наверное, видишь, насколько конфорка должна гореть. Тут, конечно, они написаны. А это просто запомнишь? Ну, запомнишь, да. Вот еще такие есть. Вот они. Это что у нас здесь? Какие-то тоже микроволновки, что ли? Да, микроволновки. Такой выбор здесь небольшой. Так, что здесь? Плитка. Всякая разная. Цена, я так понимаю, за метр квадратный, да. Вот такая. Здесь вклеить всякий, потом ее клеить. Это у нас плитка на пол. Какие-то. Это не плитка, это что-то другое. Порселя. Не знаю даже, как она переводится. Это на пол у нас. Ну, вот такие плитки, всякие разные. Так, потеряла Лене, сейчас буду искать. Куда я тут забрела. Куда я тут забрела. Вот всякие разные кусочки здесь продаются. Вот такие. Там уже, наверное, остатки. Вот здесь такие целые листы всяких ДВПДСП или как там они называются. ДВПДСП или как они идут. Я не знаю. Лена. Вот такие какие-то. Сейчас будем друг друга искать или найдется, я не знаю. Сейчас посмотрим. Сейчас найдем. Так, здесь какие-то уже инструменты. Может где-то здесь и Леню я найду. Инструменты. А нету буду ему звонить на телефон. Инструменты. Нашли. Я тебе искала по всему магазину. Да, ну понятно. Да. Это тут эти. Да, в виде компрессора. Компрессор. Вот ты еще. Это такой, наверное, самый такой, да? Типа раньше три, сейчас две. Но нам хотелось бы поменьше, да, немножко? Да. Я думал, какой-нибудь есть здоровый. Типа я смотрю, каких любых есть там, чтобы это там, чтобы не только, а чтобы насадка матраса качать там, знаешь? Или только насадка вот для колеса качать. Я думаю, да. Написано, паранейматикосля. Не написано, паракульчон. Качать нужно, чтобы насадка была. Не придется насадку самому делать. А ну. У нас есть насос качать. Будем качать. Вот это белец. Четыре. Что такое? Какое насадка? Да. Мельцы качать насадки есть на этом. Видишь? Велосипеды, наверное, какие-то, мопеды. Да. Мелосипеды, мопеды. Разные есть. Не только машины. Это такое. То есть, если насадку приделать, можно качать все хорошо. Это что написано? Каргадор де батарея? Да. Это каргадор де батарея. Ну, рамена. То я смотрю. Он так стоит. Я так понял. Шестьсот, четыреста, триста пятьдесят. Ваши? Это только для колеса. Нет. Это можно иначить все. А. Ну, я понял. Не нравится, что такое, что является. И вот еще вот такое, я не видел. Ну, тут уже и камьоны сидит, и все остальное. Ну, какая тут насадка. Да. Здесь, кстати. Камьоны сидит в розовесной. Ну, да. Пачка для него. Такой, но помощь не есть. Так, кто-то знает, ну, заведино хочет. Эту чего? Вот разные насадочки. Видите? Разные. Мультиуса. Почитаю. Мультиуса. Вот это же говоришь. Мультиуса. Что не только мы это говорим. Но все подряд. Так, инфлятор тут нарисован. Не витяй. А ну, посмотри, давай почитаем, Леня. Я его достану, как дистрибует? Что ты достанешь, я дай коробку посмотреть. Вот. Так, фокусируется. У меня еще свет есть, что ли? Написано, бициклета, велосипеды, машины. Так. Инклюз аксессориас пара инфляр баллоны с депортиво с инфляблес акватикос и мас. Значит, акватико всякие. Ну, для каких-то водных этих, водных всяких приспособлений. Вот такая красивая плиточка мне нравится. Смотри. Да? Угу. Классная. Так, значит, 399, 30 на 30. Здесь тоже. А здесь 529, 30 на 30 получается. Хороший фон такой. А, вот они. Это Кадауна, да? Вот они. Смотри, Леня. А Кадауна, смотри. Видишь? Да, да, вот они. Не, ну, если ты раз в жизни там на кухне где-то или еще кусочек какой-то. Ну да, жизнь работает, чтобы потом хватило на вот эту плиточку. Да ладно? Ну, это ж красиво. Вот какие красивые. Ну, это как и такую полосочку пустить, знаешь. Это когда у нас будет своя квартира, мы обязательно купим такую красивую плитку. Полосочку. 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 Здесь что? Вот такие. Здесь комнаты. Тоже декоративные всякие отделки. Это шторы. Вот разные. Шторы. Ковры. Сейчас уже идем, да? Вот такие пушистики всякие разные. Так, выходим из магазина. Купили. Покажите. Но осторожно, не машиняй. Стой. Купили две вот таких подушки. Вот они. Написано. Вот такая она. В общем, хорошая. Вот кто понимает. Противоаллергенная, которая восстанавливает свою форму. Для того, кто спит плохо, спал хорошо. Две подушки по цене одной. Заплатили 550. Песа, да? Да. Одна стоит 550. Одна 550, но там была скидка, поэтому мы взяли вот таких две подушечки. Это просто, чтобы знать цель аргентинский. Подушка полтыщи. Подушка полтыщи, да. А если повезет, то две за полтыщи. Да, если подпорту нет. Так, надо чуть-чуть. Так, уже сюда в Каррефур мы не пойдем. Мы уже устали от магазина, поэтому мы уже едем домой. Надо готовить обед, монтировать видео. Так что всем пока. Спасибо. Я не знаю. А пока все. Спасибо, что нас смотрите. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свои лайки, дизлайки. Вот. И все. Увидимся. Да? Да. Там, кстати, некоторые. Я смотрю на некоторых видео. Только поставил. Только поставил. Допустим, видео 20 минут. Через 5 минут там типа 2-3 дизлайка. Это, наверное, у меня специально есть люди, которым я очень сильно нравлюсь. То есть видео еще не закончилось. Уже есть. Только за то, что она стоит. Да. Они, наверное, думают, что вот это. Они мне попортят настроение или у меня что-нибудь изменится. Так вот. Ставьте сколько хотите дизлайков. На YouTube это не влияет. Это все на YouTube это не влияет. Это все привергает. Так что приветствуйте. Да, да. Им все равно. Лайки, дизлайки. Ставьте одно и второе. Это все приветствуется. Во всякий случай, чтобы знали, что это особо ни на что не влияет. Так. Подожди. Ну все. Всем пока. Ну да, пока, да. А дальше жить покажем. Ну да. Ладно. 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 Ладно.